Всем доброго времени суток, ребят. Добро пожаловать на Властелин колец с модом Энарад. Сегодня у нас 2 на 2 на Удуне, в котором сражались за Мордор Вин... Оу... Винджи Сур 5. Или это Л, но... Не важно. Короче, это Вин. За Гондор с ним в команде играет Сосиамба 777. Вот тупо три топора. За Изенгард Фелранес. И за Гондор с ним Кастет. Так, окей. Смотрим сюда. Я вижу тут старт в бомжей. Палится ли он? Я пропустил момент. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Он бы не закинул же бы глаз просто в одну точку. Посмотрел бы везде. Немножко странноватая постройка Плавилин. Ох, так сложно, конечно, судить. Но мне кажется, что при такой постройке нельзя будет вместить бараки внутри. Опять-таки, не то, чтобы это сильно было нужно, но... У Изена, как мы все знаем, есть одна большая проблема. Это типа атака на первую цитадель. Если вас прижмут на первой цитадели, у вас будут гигантские проблемы. Вы можете проиграть игру. Для этого игроки придумали стратку строить внутри бараки. То есть, если вы строите бараки внутри, при потере первой цитадели, вы просто теряете часть экономики и очков командования. Но если же вы строите снаружи бараки, то вы еще и бараки потеряете, и это будет ДГГ. Вот. Поэтому, ну, стоит рассмотреть, конечно, такую тему. Так, тут у нас два барака. Выход сразу в лучников. Возможно, потому что он играет против Мордора. Но... Вообще, один отряд мечников без грейдженных орков может вынести пять штук. И бить он их будет очень долго. Точнее, они его будут бить очень долго. То есть, он будет сдерживать их гигантское количество времени. Поэтому, в такой ситуации, выгоднее мечников делать. Вот. Но, это как бы тоже неплохая тема. Может и сработает, если он успеет накопить пачку и будет успевать отбивать атаки. Вот. Это, скорее всего, как отвлечение идет. Хотя, эту ферму они, в принципе, в состоянии снести, если им дать время. Но почему-то они подставились под Ворчант. Хотя, можно было с этой стороны пройти. Да, ну, они уже ничего не снесут. Но, зато еще три отряда подходят. Мордор играет более-менее в стандартную раскачку. Правда, он почему-то не делает надзирателя. Зато он построил кучу дополнительной экономики. Ну, как бы, деньги, конечно, никому еще не мешали. Может, он в раннего героя хочет уйти. Я бы все-таки советовал всегда делать надзирателя. Пораньше... Да, у него куча ресурсов. Он... А он вообще ничего не делает. Ну, ясно. Хотя, начал грейдить. Да, всрал начало игры. Увы. Некр есть. Некра можно было бы сюда отправить. Хотя, его тиммейт захватил, да? А, ну, окей. Тогда не суть. Так, на тиммейта смотрим. Он как раз-таки в мечников играет. Эйзен его уже понемногу штурмует. Тут спам мечников и лучников. Здесь выход в скаутов. Эдикари копейщики еще есть. Здесь довольно-таки вкусная пачка построилась. Минус рабочий. Ух ты. Довольно-таки плохо для Сасямбы. Не совсем понимаю, с какой целью Хоббит построен. Но его можно использовать для воровства ресурсов. У Изина. И армия довольно-таки вкусная. То есть, можно заблочить эту дикарню. Вполне. Строятся еще скауты. Давайте посмотрим на него. А, вот. Значит, он в дебаф играет. Мне кажется, что это лишняя плавильня здесь. Или они могут пройти. Просто выход же надо все-таки оставить. Да, но это слив. Надо отступать. Тут никак не отбиться. Копейщики уже посыпались. Новые скауты есть. И дикари. Да, надо было сыграть в конницу. Нет барака. Слишком ранний грейд плавилин. Еще ничего нету. Сейчас строятся скауты. Блин, жопа. Жопа. Скорее всего, тут надо вышку ставить сейчас на крепости. Жесть. Какой же слив. Довольно-таки неплохой старт был в дикарей. Но просто фиаско. Даже если кто-то из этих пацанов спасется, они не выживут, они не играбельны будут. И он ведет их прямо на цитадель. И вот еще проблема, как раз таки то, что я говорил. Барак строится снаружи. То есть сейчас Гондор при всем желании может... В смысле, просто при желании может вот это отменить. Сейчас, конечно, Гондор очень сильно тупит. Во-первых, он сражается под крепостью и дебафом. Во-вторых, он дал возможность дикарям бить в спину лучником. То есть часть пехоты, которая была до этого, была потеряна. Пришло дотекание в количестве двух отрядов. Но они продолжают под дебафом стоять. С крепость их нехило так настреливает. В том числе и скауты. Смысла бить по цитадельках... По половинях, пардон. Нет. И... Жесть. Вот реально Гондор сейчас соснул от одного отряда скаутов и птиц. Жесть просто. Он сейчас мог выиграть игру. Либо стриггерить тиммейта на помощь. Что тоже было бы весьма большим успехом. В это время у Мордора конница. Появился черный принц. Он спамит луками только. Так. Не у всех есть грейды. Сейчас посмотрим. Но у него в принципе практически фуловый предел населения. Конница помогает. Тут видимо контратаку филраны сделал. Но вин не даст им забрать эту ферму. Неплохо. Гондор вернулся. Здесь кастет. Да. Немножечко кастет, конечно, пассивный. У него хорошая армия. Но он ее никак не использует. Но посмотрим. В принципе, если конница зайдет, то Мордор должен эту пачку разбивать. Но в целом у Гондора армия чувствуется сильнее. О, можно забрать мечников. Шикарно. Даже несмотря на то, что он их не убил, а только сильно покоцал, он за это все равно очки зарабатывает. Это весьма и весьма выгодно. Так, пошли в атаку орки. Грейды не делаются. Тут как минимум один отряд лучников без грейдов. Хотя им они, может, и не так сильно нужны. Но вот копейщикам нужны сильно, чтобы они вот так вот не рассыпались за секунды. Буквально три секунды прошло. Один отряд копейщиков уже погиб. Врывается конница. Кастет использует стойку ежа. И, кажется, успешно. Да, не особо-то пауки смогли подавить. По дороге надо кайтить, забирать этих копейщиков. Но, к сожалению, Вин этим не пользуется. Смотрим сюда. Часть уроков смог накопить Филранес. И, в принципе, Гондор немножечко укрепил свою армию. Сложно сказать, у кого она сильнее. И там и там мало войск. Но тут, в принципе, дотекание подходит, наверное. Да, Филранес должен тащить. К тому же здесь мечники не используют свою основную обилку. Юзается опустошение. Это ошибка. Здесь очень мало войск. И, к тому же, он еще не успел к тому моменту добить пехоту. Ну, то есть, Гондор не отступал. Можно было сначала пехоту добить, а кидать опустошение, когда они отступят. В итоге, второй тир был разменен на 5 или 6. Ну, пускай 10. 10, может, лучников. Но, в любом случае, это фиаско. Типа, ничего не добился. Так, что мы видим здесь? Дополнительные бараки строят. Тут Мордор построил Готмага. Кастет просто отвратительно хуево играет. Пардоните мне, мой французский. Ну, типа, че за... Ну, ты ж только что разменялся. Че ты сидишь? Ну, в смысле, ты в свою пользу разменялся? Он поджал хвост, убежал на базу. Там конница половина была потеряна. Пусть, пускай там всего два отряда, но не суть. И плюс, все копейщики тогда были убиты. Можно было пропушить. Он сидел, пока Мордор восстанавливал силы. Ну, что за бред. Кстати, та же проблема, не использовать стена щитов. Призыв на войну пошел. А у Мордора есть... А, ну, хотя да. Ну, любопытно. Не, ну, вообще, это слив обилки. Да, у него предела нет. Он, кстати, еще и выиграл стычку хули. Сейчас еще конница заедет в лучи. Господи, какой ужас. Можно было... Вот этих вот лучников можно было резко послать сюда. Таким образом, копейщики бы их догнали. И даже если бы Мордор захотел давить, он бы разбился бы об копья. Теперь у Мордора больше войск. Правда, это все луки. Но, тем не менее, конницы я здесь нигде не заменил. А, вот она только строится. Так что у него все хорошо. Кстати, тут есть Ден... А, Денеторг, к сожалению, отсутствует. Зато Стражи Цитадели... Окей, ну, им хотя бы оборонку надо врубить. Хотя бы вот так сделать. Это если что я сделал. Не обращайте внимания. Не он. Иначе они просто рассыпятся. Сила Стражи Цитадели точно в том же, в чем и сила этих мечников. В этой стойке. Стойка позволяет им становиться чуть ли не бессмертными. Без этого это просто дорогостоящие копейщики, которые, как видите, рассыпаются прямо на глазах. Один отряд он уже потерял. А потратил он на этот отряд 750 монет, плюс 1000 на грейд и еще 250 на второй уровень грейд. Просто вдумайтесь. 2000. Которые сдохли за секунды. Невыгодно. Так, Изин отступает. Ну, кстати, если ваш противник не играет в конницу, а... Ну-ка, погодите, может я ошибаюсь. Есть обзор. Филранес. А у него нет обзора. Ну, ладно. Ну, просто как бы я бы советовал больше уроков мечников строить. Они очень классные. И, опять-таки, надо использовать их на стенку. Ну, нормально, под дебафом сражается. Если вас душат вот этими птицами, выбираете всех ваших лучников и прожимаете А за вашу армию. Таким образом, есть шанс, что... Собьется цель, которую атакуют ваши войска, и они попытаются атаковать лучников. Атаковать этих птиц. Сами вы на них кликнуть не можете, но это не значит, что их нельзя убить. О, неплохо разводит. Гондор сейчас затупил очень сильно. Надо отступать. Да, сейчас будут большие потери. Нужно кликнуть просто автоатаку и сдать несколько залпов. О, да. Нафидонил сейчас Гондор Филранеса. Практически уже третий тир. Ну-ка, а во что играет? Я не обратил внимания, во что играет этот Гондор со самбо. А, он в призыв играет. То есть Филранес может не бояться выбирать дождь. Его никто не отменит. Разве что Мордор. Ну, кстати, да. Мордор может сыграть в тьму. И у них нет разведки, что он взял рабов. То есть, как бы Мордор... Блин, Мордор уже мог бы в тьму сыграть. Хм, ну ладно. Ну что ж, забайтил он этой катапультой на атаку Кастета. У Кастета есть Рог. Думаю, стоит его заюзать, потому что... Что-то войска сыпятся. Армия Мордора намного более толстая. Да ладно, да ладно, братан! Он отдал Бормира, ну... Но ведь, но ведь Станжи, ну... Какая боль! Есть конница, ладно. Фармер далеко не раздает лидерку лучника. Пошел призыв на войну. О, Мордор хорошо реализует свою обилку. Конница врывается. Но, опять-таки, во-первых, проблема в том, что конница со стойкой. Зачем вам стойка против Мордора? Ну, то есть, это орки. У них нет брони. Сила Мордора в количестве. То есть, почему... Почему сейчас всадники никого не задавили? Потому что там миллион орков в одной точке. А Кастет своим всадникам просто броню забрал по приколу. Еще и под крепость поехал. Наоборот, хотя бы на нейтралке. Ну, можно на обороночах давить, но... Не уверен, что они продавят. Хотя под дождем точно должны. Но они хотя бы не умерли. Короче, это большой фейл был. Ну, сейчас бы Кастет выиграл эту стычку, если бы не протупил. Можно было поржать стандбормером. Там копейщики как раз заканчивались. Ворваться этой конницей. И еще и продолжать стрелять по лучникам. Вообще легко бы разбил эту пачку. Ну, посмотрите. 13 очков у него, кстати. Нормально так фиданул. Ох ты, страж белого древа погибают. Надо их отводить. Здесь конницей. Так, у Филранеса неплохая пачка. Но пихторы маловато. Мордору следует взять тьму. Тут даже без вопросов. Иначе его тиммейт проиграет. Даже думать не надо. Нет, он берет носорогов. Черт возьми. Ну, как бы он выигрывает своего, да. Но зато Филранес выигрывает своего. И этот дождь, это по сути то, что позволяет Филранесу выигрывать. Потому что тут как бы нормальная армия. И тут не такая уж и сильная армия. Плюс он всю пехоту уже растерял. То есть он нормально размениваться не сможет. Только отмени дождь. Призывается. В смысле используется опустошение. Закинул станчик. Я не понял, кстати, почему. Они что, боко цены были? Ой, говорю, станчик хил. У меня разыгралась шизофрения. Ну, живет кастет до сих пор. Правда, он все равно использует стойку конница. Единственный из случаев, в котором вам следует использовать эту стойку, кроме харасы экономики, это если вы давите войска им ладрис. Они самые толстые. Чтобы задавить тех же мечников, нужно несколько раз по ним проехаться. И стойка позволит вам меньше раз кататься по их головам. В любом другом случае, вам использовать ее не стоит. Потому что вы теряете броню. Минус копейщики. Ну, теперь армия более-менее нормально выглядит. Есть пехтура. Правда, только копия. Типа, ну, осуждаю. Но в целом нормально. Нормально. Сражаться можно. Я бы, конечно, мечников сюда еще накидал. Либо берсеркеров. Либо сарумана. Это, конечно, если у него деньги есть. Очень много он заградил плавилин. Плавильни третьего уровня. Не дают вам дополнительный инком. А только вышку. Мордор развлекается с Гондором. Кастет. Вроде как использовал станилку. Врывается конница. Но конницы у Мордора немного. Юзается разрыв в облаках. И использовал его кастет. Но почему-то они не застанились. Или я... Погодите, я ошибаюсь. Кастет. А почему они не застанились? А, может это его лес? Нет. В смысле, сам бы лес не кидал. Загадка века. Здесь нет антистраха. Как Мордор сумел пережить... Блин. Нифига. Я даже не знаю. Ну ладно. Кастет его разбил. Король-чародей не зашел. Ну тут, в принципе, фармер с прокачкой. Нужно уходить. Ну-ка, давайте посмотрим еще сюда. А здесь пробился. Изенгард. Погодите, а Мордор вообще не юзал носорогов? Он только сейчас их юзает. Эх, какой фейл. Мало того, что тьму не взял, так еще и носороги были просраны. Ну как просраны? А сейчас-то они, конечно, зашли. Но ценой всей армии надо было сразу призывать. Три очка, по сути, без малого нужно ему, чтобы спасти Сасямбу. Либо жахнуть по кастету. И это, кстати, тоже будет неплохой идеей, по сути. Но Стражи Дестадель, если они будут под стойкой, не умрут. И плюс там Бормер есть. Причем он прокачан. То есть он дает броню. Я нихрена не вижу, где он. В это время Сасямба терпит сокрушительные поражения. Филранес докачался. Да, его уже ничего не спасет. Ну давайте посмотрим. 18 очков. Ну он может серую комп... Ну беда в том, что он не в ту ветку еще и сыграл, получается. Да, он серую компанию призовет в надежде баллист снести. У него есть два косаря. Надо вышки поставить. Да, три вышки как минимум надо поставить. Призвать сюда серую компанию. Да ты шутишь, что ли? Сюда надо баллисты снести. Ну, Мордор сдал обилку, но это ничем не поможет. Потому что Сасямба как бы он... Ну он не зря, видимо, так назывался. Ему нравится проигрывать, наверное. Зачем призывать и было на уроках, если баллисты сносят тебе креп. Ну это слив. Ну еще есть южные провинции. И Филранес вообще не дефает свои баллисты. Поэтому все еще есть шанс спастись. У Филранеса не так уж и много войск осталось. То есть вышки, минус баллисты. Есть шанс выжить. Только нажми кнопку. Нет, Сасямба будет... Ой, сосать. Ну что ж, теперь мы посмотрим на финальное сражение. По всей видимости, Вина против Кастета. У Кастета армия раза в два больше. Все, Сасямба потерял крепу. Приятное количество стражей Цитотелис. Слишком приятные. Гэндальф. Второй уровень получил. Немножко урона по Гэндальфу. Но нет, это вообще ни разу не лейтовая армия. Кстати, у него некромант третьего уровня. А что он вообще бафал? Копейщиков? А, ну ясно. Кстати, у него бафнутые каты. Это, конечно, приятно, но тут же фармер. Хотя фармер далеко, можно использовать каты для стана. Минус одна, минус вторая. Ну или можно просто их потерять. О, нифига. Вот это неожиданный поворот на крепу. Когда он это успел сделать? А, вот. Вот же БМщик. Погоди, рана. Ай. У этих берсеркеров есть как бы одна особенность. Они не бессмертные. И если один берсеркер подрывает себя возле другого берсеркера, то тот тоже умирает. Поэтому надо подойти вплотную к крепости, чтобы она получила максимальный урон от них. Ну то есть, может она и получила, но мне кажется, что вот эти вот челики ее не задамаживают. По крайней мере, эти вот два. Блин, я смотрю на пятна на земле, я такой, вот это челик был. Вот это челик был. Эх, как же грустно. Вот, Филранес, зачем ты, зачем ты убил их? Они могли бы жить. У них могли бы быть дети. Маленькие берсеркеры. Ну да. Ну, в общем, подытожим. Короче, Мордор выигрывал кастета. Вин. Но никак не побеспокоился о том, что будет с его тиммейтом. Это первый. Второе. Тимплея никакого нет. Ни у нижней команды, ни у верхней команды. Но так как верхняя команда просто проиграла, то нижняя не почувствовала из-за этого никаких проблем. Третье. Надо было брать тьму. Если же даже так хотелось взять носорогов, надо было использовать их сразу. А так, получается, Вин не использовал преимущество прокачки быстрой вообще. Потерял целую, огромную бачку лучников. И только после этого он решил использовать носорогов. Очень плохо. Кастет. Ну, хотя ладно, зачем разбирать ошибки победителей? Нет смысла. Да. Значит, если бы взял тьму, возможно, ну, скорее всего, Сасям бы не проиграл. Или проиграл бы попозже. Благодаря чему Мордор смог бы использовать свою 25-ку на кастета уже. К тому же, кастет не использовал стойки стража Стадели. То есть, Мордор Вин мог бы без проблем их перестрелять вообще на изичах. Вот. Ну и плюс, конечно же, Некромант, Некромант ничего не бафнул. Ну, Алибарды, серьезно, нафига. Типа, Единственный раз, когда кастет заезжал конницей, она просто вся развалилась. Ну, то есть, он ее неправильно использовал. Зачем тебе эти Алибарды? Они ни для чего не нужны. Надо было либо Черный замок бафать, либо лучников делать, либо хотя бы Пехтуру из Барака штамповать. Ну, то есть, Моргульских орков, чтобы харасить экономику. Ну, опять-таки, отдельно еще нужно заметить, никто не пытался харасить экономику. Карта, конечно, довольно-таки казуальная, в том плане, что тут можно на одну линию сражаться и как бы не париться особо. Но все равно надо харасить экономику. Тогда играть становится намного-намного легче. У меня все. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо всем, кто стал спонсором моего канала. В описании видоса вы найдете ссылки на скачку этой игры и много чего еще. Какао, чао.